Сегодня мы выясним, как выбрать правильную стратегию поведения в конфликте. Для этого мы рассмотрим методику Томаса Киллмана, который выделил несколько основных стилей поведения в конфликтной ситуации. В основу классификации им был положен два параметра. Это ориентация на интересы другого и ориентация на собственные интересы. Если представить это в графической форме, то получим сетку Томаса Киллмана. Таким образом определяют пять разных стратегий. Это избегание, принятие, принуждение, сотрудничество и компромисс. Рассмотрим подробнее эти стратегии на примере поведения нового работника, которому руководитель предъявляет завышенные требования, а тот не согласен с претензиями руководителя. Налицо конфликтная ситуация. Если работник выбирает стратегию избегания, уклонения или ухода, то такая форма поведения выбирается в том случае, когда человек не хочет, отставится и права сотрудничать для выработки решений, не воздерживается от высказывания своей позиции, уклоняется от спора. При таком стиле предполагается тенденция ухода от ответственности за свои решения. Данное поведение допустимо в некоторых случаях. Например, если исход конфликта для человека не особо важен, либо если ситуация слишком сложна и решение конфликта требует много сил у его участников, либо у человека не хватает власти для решения конфликта в свою пользу. На нашем примере работник понимает, что не хочет работать в этой организации, он выбирает стратегию избегания и увольняется. В результате конфликт не решен и обе стороны несут потери. В случае, если работник выбирает вторую стратегию, приспособление или уступка, то такое поведение означает принесение в жертву собственных интересов ради интересов другого. Эта стратегия также в некоторых случаях допустима. Например, если ситуация не особенно значима. Или если важнее сохранить хорошее отношение с оппонентом, чем отстаивать собственные интересы. Или если у индивида мало шансов на победу, мало власти. В нашем кейсе работник понимает, что сама работа ему интересна. Он выбирает данную стратегию и соглашается со всеми обвинениями. В результате конфликт не решен. Работник чувствует постоянную неудовлетворенность в работе. Если работник выбирает третью стратегию, принуждение, конкуренция, противоборство, то она характеризуется активной борьбой человека за свои интересы, применением всех доступных ему средств для достижения поставленных в цели власти. В этом случае стратегия допустима, если это экстремальная ситуация, или когда ситуация воспринимается человеком как значимая для него. Наш работник понимает, что работа ему очень нужна. Он выбирает данную стратегию для того, чтобы отстоять свою точку зрения, вплоть до шантажа. Результат. Конфликт не решается, усугубляется. И руководитель воспринимает такое поведение, как сопротивление существующим правилам организации. И может уволить нового работника, как не прошедшего срока испытания. В случае, если работник выбирает стратегию сотрудничества, которая означает, что человек проявляет активность в поиске решений, удовлетворяющего всех участников взаимодействия, но не забывает при этом и о своих интересах. Не я против тебя, а мы вместе против проблемы. В этом случае стратегия хороша, если все участники конфликта заинтересованы в выработке общего решения. Если у сторон есть время, и в нашем случае работник предлагает обсудить его недостатки, выбрать, выработать план дальнейшей работы или развития. Результат. Конфликт разрешен. Руководитель выслушивает мнение работника, уточняет требования к дальнейшим действиям, и они совместно вырабатывают план работы. В случае выбора компромисса нашим работникам, предполагается, что это соглашение между участниками конфликта, которое достигается путем цельных уступок. В некоторых случаях компромисс очень даже бывает эффективным. Например, стороны обладают одинаковой властью, или имеют взаимоисключающие интересы, или у них нет большого резерва времени на поиск лучшего решения, или просто устраивает промежуточные решения на определенный период времени. В нашем случае работник предлагает дать ему более легкие задачи, а руководитель предлагает уменьшить заработную плату. Результат. Конфликт сглаживается, но не исчезает. Руководитель вынужден перераспределять работу между своими подчиненными. Работник недоволен уровнем оплаты труда. Итак, давайте вспомним основные стратегии поведения в конфликте. Избегание, принятие, принуждение, сотрудничество и компромисс. А теперь проверим наши знания. Вспомните, пожалуйста, конфликтную ситуацию, в которой вы были одной из сторон. Опишите свое поведение, используя разные стратегии. Проанализируйте результат использования разных видов стратегии и поведения в конфликте. И выберите, какая стратегия в данной ситуации была наиболее эффективной. Итак, подведем итог. Существуют разные стратегии поведения в конфликте. Избегание, принятие, принуждение, сотрудничество, компромисс. В каждом конкретном случае требуется анализировать эффективность использования разных стратегий. И следует выбирать то поведение в конфликте, которое приведет к желательному результату. Спасибо за внимание.